В эфире «Современный разговор» с британским журналистом, продюсером и политическим экспертом Юрием Григорским. Здравствуйте, Юрий. Рад вас приветствовать. Приветствую, Россию. Спасибо, что пригласили. Вам спасибо за то, что вы откликнулись на мою просьбу. Хотел бы начать нашу сегодняшнюю беседу. Во-первых, в Британии прошли выборы, спустя 14 лет в власти вернулись лейбористы. Хотелось бы вашу точку зрения и анализ по этому поводу услышать. Кроме того, сегодня проходит четвертый саммит Европейского политического сообщества, и в нем по приглашению премьер-министра Великобритании Кира Стармера принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. И, наверное, из этого уже проистекает вопрос отношения между Лондоном и Баку. Начнем с того, что, как вы правильно отметили, лейбористы пришли к власти после 14-летнего перерыва. Это совершенно новая команда, которую привел с собой Кир Стармер. Надо сказать, что еще, скажем так, пять лет назад лейбористы считались неизбираемыми, когда лейбористами руководил Джереми Корбан, который с тех пор не только потерял пост лидера партии, но и был изгнан из партии. Тем не менее, на недавних выборах он пришел, вновь вернулся в парламент, но уже как парламентарий-одиночка. Он представляет только сам себя. Но это совершенно отдельная история. Кир Стармер совершил переворот в лейбористской партии и сделал ее вновь избираемый, более того, желанный. Это была сокрушительная победа на выборах, ожидаемая победа. Ожидаемая по той простой причине, что консерваторы, с одной стороны, сильно поднадоели, а поднадоели они потому, что они устали от власти. Есть такое понятие усталость власти. За что бы они ни брались, все валилось из рук. Все абсолютно. И поэтому назрела необходимость перемен, и лейбористская партия пришла во власть именно под лозунгом перемен. Change. Change. Перемены. Это был основной лозунг. Что за этим стоит, нам еще только предстоит узнать, потому что до конца мы не понимаем, что означают перемены. Но, тем не менее, перемены назрели, перемены нужны, и они в первую очередь коснутся внутри политического коза Великобритании. Вы упомянули приглашение Ильхама Алиева в Лондон для участия в конференции, в важнейшей конференции европейской, в которой принимают участие лидеры более 45 государств. Что касается внешнеполитического курса Великобритании, во всем, что касается отношений с Азербайджаном, я не ожидаю абсолютно никаких перемен к худшему. Наоборот, перемены только к лучшему, они будут идти по нарастающей, потому что любое правительство, приходящее во власть в Великобритании, осознает значение Азербайджана как одного из важнейших гарантов энергетической безопасности Европы. Поэтому, я думаю, что будет очень теплая встреча, и будут беседы. И, конечно же, Киру Стармеру необходимо понять суть происходящего на Южном Кавказе. Сейчас, когда мы с вами записываем эту беседу, непонятно, кто отказался от трехсторонней встречи. В Баку говорят, что армяне отказались встречаться в трехстороннем формате. В Армении говорят, что бакинцы отказались встречаться в трехстороннем формате. Я не устаю повторять, что это, похоже, протокольная неурядица, и в конечном счете, сегодня-завтра удастся договориться о встрече, потому что было бы глупо, было бы глупо упустить такую возможность, во-первых, встретиться, обсудить, а во-вторых, рассказать новому правительству, которое, честно говоря, не до конца осведомлено о тонкостях происходящего на Южном Кавказе. Это уникальная возможность представить свою точку зрения. Поэтому, я думаю, что стороны найдут все-таки возможность встретиться и в трехстороннем формате, а, возможно, и в двустороннем формате с глазу на глаз. Юрий Самуилович, у меня есть и другие вопросы, но вот касательно вот этого момента, то, что вы упомянули. Во-первых, встреча была два года назад в Брюсселе. В принципе, тогда мероприятие проводилось и с участием Макрона. Но у меня вот такое, возможно, догадка, предчувствие, что инициатор встречи сегодня – Британия, а у Британии с Францией отношения как бы не очень гладкие. Кроме того, мы сейчас вот видели фотографии, когда общий план, когда все участники фотографировались. Алиев в одном краю фотографии, с краем Пашиняна в другой, с другого фронта. И недалеко от Пашиняна находится Макрон. Насколько я увеличил фотографию, посмотрел. А есть такой вот, возможно, вы знаете, возможно, нет, вчера, сегодня в Баку проходил первый съезд, организованный Народным союзом освобождения ГВДЛУКа и при поддержке бакинской инициативы группы и при участии официальных представителей ряда стран. И принято подписано на декларацию о создании Международного фронта свободы от свободы от французского неоколориализма. Возможно, это тоже как бы сыграло свою роль в том, что Пашинян отказался. Ну, я вам говорю, что есть два мнения, азербайджанская и армянская, что та или иная страна отказалась от проведения встречи. И до этого, буквально несколько дней назад, две и десять назад, в рамках на полях, значит, юбилейного саммита ООН встречались и главы НИИС с участием Бринкена, это Байрамов и Мирзаян. То есть, возможно, это тоже послучило своего образа триггером, потому что мы видим, что Франция очень негативно относится к Азербайджану, проводит свою политику, основанную на двойных стандартах. И, возможно, это тоже послужило причиной того, что армянская сторона отказалась. Вы знаете, мы с вами можем гадать на кофейной гуще. Факт то, что пока встреча не состоялась, я не знаю, что явилось триггером, я не буду врать. Возможно, вы правы, один из этих элементов стал триггером. Но я хочу повторить, вы знаете, встреча проходит в Блендем Палес, во дворце Блендем. Это место рождения Уинстона Черчилля. Я хочу напомнить замечательную фразу Уинстона Черчилля по этому поводу. «Бетта джо-джо, дэн во-во». Лучше говорить до бесконечности, чем без конца воевать. Это мой свободный перевод этой фразы. Лишних встреч не бывает. Можно сойтись, разойтись, вновь сойтись. Это номер раз, номер два. Я считаю, что ни один посредник не сможет заменить двусторонние встречи, когда стороны смогут с глаза на глаз договориться между собой. Вы говорите, что Франция встала на сторону Армении и проводит политику двориных стандартов в отношении Азербайджана. Два аспекта я хочу подчеркнуть. Первый аспект. Армянский фактор играет значительную роль во внутриполитической ситуации во Франции. Президент Макрон сам себя загнал в угол политически внутри Франции, вне зависимости от того, что происходит на Южном Кавказе. И поэтому ему важен каждый голос, который он может сейчас собрать, чтобы себя поддержать. Второй фактор, который, я считаю, самый важен. В Азербайджане чересчур болезненно относятся к тому, что говорит и делает Франция. Берите пример с англичан. Англичане слушают всех, но не всех слушаются. Не обращайте внимания на каждый раздражительный фактор, на каждый раздражитель, который существует сейчас где-то в мире и который, как вам кажется, оказывает негативное влияние на Азербайджан. У Азербайджана есть свое внутреннее состояние, внутренний успех, внутренний покой. Делайте все сообразно тому, что вы считаете нужным для себя. Не обращайте внимания, излишнее внимания не уделяйте внешним раздражителям. Вот это все, что я могу сказать и по этому поводу. Я, Юрий Самойлович, я ни в коем случае не пытаюсь вас перетянуть на свою сторону. Вы журналист, я журналист. У вас, в принципе, равное общение. Я еще раз благодарю вас за то, что вы выразили готовность принять участие в эфире на моем авторском субканале. Я думаю, что в Азербайджане не обижаются на то, что проводят политику Франции и другие государства. Даже когда у нас были оккупированы практически 30 лет наша территория, мы продолжали развиваться, мы создали свою энергетическую индустрию, в которой активно участвует компания Би-Пи, британская. Мы сейчас активно проводим политику, которую объявили о том, что собираемся, хотели бы быть наблюдателями в Шанханской организации сотрудничества, участвовать в качестве члена в БРИКС и так далее. То есть Азербайджан всегда развивался и не смотрел на трудности. А вот то, что касается сейчас политика, которую мы сейчас проводим против неоколониализма, это, наверное, показывает государствам различным, что есть эффект бумеранга, и если ты что-то против кого-то проводишь, это может обернуться и против тебя, потому что Великобритания – это великое государство с такой богатой, долгой, древней историей, которая пережила все. И поэтому британские политики, я думаю, согласились бы с тем, что я сказал. Вы знаете, вполне возможно, вы меня неправильно поняли. Вопрос территориальной целостности никогда не подвергался сомнению. Нигде в Европе. И было принято масса резолюций, как вы знаете, относительной необходимости восстановления территориальной целостности Азербайджана. И тот факт, что эта территориальная целостность была воссоздана и возвращена, это, конечно, успех Азербайджану. С другой стороны, я опять же хочу подчеркнуть тот фактор, что Нагорный Карабах был населен в значительной степени армянским населением, и армяне ушли оттуда. Это сейчас является внутриполитическим фактором во Франции. И этого нельзя не учитывать. Вот то, что я хотел сказать. Вы смотрите на это, вы понимаете первопричину того, почему сейчас Макрон или правительство Макрона ведет себя тем или иным образом. Я с этим, в принципе, согласен, но, с другой стороны, они закрывают глаза на то, что около 300 тысяч азербайджанцев было изгнано из Армении. И президент Алиев дает, он неоднократно заявлял, что мы не против того, чтобы армяне проживали в Азербайджане, те, кто проживали в НКО. Пусть примут гражданство, но есть еще такая самая зеркальная политика, что и азербайджанцы изгнуты там тоже должны вернуться. Но почему-то на это закрывают глаза во Франции, во многих других государствах. Я ни в коем случае не пытаюсь вас... Нет, нет, нет. Мы с вами, я с вами согласен. Вопрос беженцев очень часто в этом вопросе кто первый донес, тот и прав. Это армейский принцип. Я вам приведу другой пример. Конечно же, есть... Вы сказали 300 тысяч азербайджанских беженцев. Да, 300 тысяч из Армении. 300 тысяч. Да, вопрос, которые не могут вернуться на места своего постоянного проживания или проживания их предков в Армении. Конечно же, конечно же, проблема. О ней практически никто ничего не знает. Почему? Потому что, очевидно, азербайджанская дипломатия или азербайджанская пропаганда не в достаточной степени доносит эту точку зрения до западноевропейского обывателя. Я приведу другой пример. Все знают многомиллионную проблему палестинских беженцев. Никто не говорит о курдах. Никто не говорит о том, что евреи, около 3-4 миллионов евреев вынуждены бежать из арабских стран, тоже стали беженцами. Есть масса беженцев, которые в настоящее время оказались в Европе. Украинские беженцы. Никто не говорит. Бежали от войны. Очень мало. Говорят о войне между Россией и Украиной, о том, что несколько миллионов беженцев сейчас оказались в Европе, украинцев. Практически никто ничего не говорит. Есть беженцы в Америке. Есть беженцы из бывшего Советского Союза, которые оказались в тех иных странах. Они недостаточно громко говорят о своих проблемах. В данном случае азербайджанцы недостаточно громко говорят о проблемах своих беженцев. Да, армяне ушли из Нагорного Карабаха. А что с теми азербайджанцами, которые оказались за пределами мест своего постоянного проживания в Армении? Никто об этом ничего не знает. Практически ничего не знает. Поэтому недостаточно громко говорят. Или умалчивают. Есть разные разные точки зрения. Юрий Суманович, президент Азербайджана в течение трех-четырех лет возглавлял движение присоединения из различных трибун. Об этом говорилось и говорится. Просто есть такая вот, как вы сейчас упомянули, еврейских беженцев, курдских беженцев. То есть на какие-то моменты обращают внимание, берут как бы за флаг и за этим другие умалчиваются. И вот то, что вы сказали, что в Украине происходит война, во имя войны, то, что население страдает и миллионы, сотни тысяч убитых и миллионы мигрантов вынужденных, это тоже на это мало кто обращает внимание, ближе вот свои цели геополитические или экономические проводить жизнь. Это тот, кто громко кричит, того слышат. Кто не кричит, остается неуслышанным. Но это факт, это неоспоримый факт. С этим очень трудно спорить. Юрий Самойлович, я бы хотел сейчас спросить у вас по поводу того, что происходит в Соединенных Штатах Америке, покушение на Трампа, объявление Байдена с тем, что он заболел ковидом. Ваши, как говорится, аналитические мысли, мне интересны по поводу того, что вы думаете о ситуации? Болезненный вопрос. Болезненный вопрос для всех, для нас. Вне зависимости от того, было бы покушение или нет, было ли это покушение или нет, заболел ли Байден или не заболел. Болезненность вопроса заключается в том, что американская демократия привела к ситуации, когда в принципе государство находится на стадии раскола. ситуация на коммуне гражданской войны, потому что я недавно был в Соединенных Штатах, трудно себе представить, насколько сильна поляризация в обществе. Это невообразимо. и конечно это сильнейший сильнейший пробел в американской демократии. Счастье, что покушение оказалось неудачным. Счастье, что на Байдена никто не покушается. Заболел ли он ковидом или это политическая болезнь, я не знаю. у меня такое ощущение, что там ситуация подогревается каким-то образом, демократическая партия готовит замену и сможет убедить Байдена отказаться от президентской гонки. Многих в Соединенных Штатах, и я опираюсь сейчас на свой личный опыт, на мои встречи, я провел довольно долгое время в Соединенных Штатах, многих не устраивает ни та, ни другая кандидатура. Каким-то образом, та конференция, которая проходит в эти дни в Лондоне, очевидно, во многом в ходе закулисных встреч, переговоров, лидеры будут обмениваться мнениями и договариваться между собой, что делать в той ситуации, когда победит тот или другой лидер, потому что, честно говоря, Европа застыла сейчас в ожидании того, что произойдет в ноябре в Вашингтоне. Ни один лидер, который сейчас участвует в этой президентской гонке, не устраивает Европу по разным причинам, но эти лидеры не то, чего хотелось бы видеть западноевропейским государством в качестве лидера западного мира, в качестве гаранта мира и безопасности в Европе, потому что в конечном счете западная Европа живет под сенью безопасности, которую простирает на западную Европу американский ядерный зонтик. не будь американских сил сдерживания, судьба западной Европы вполне возможно была бы другой, поэтому западной Европе безумно важно, что будет в Соединенных Штатах, чем окончится эта предвыборная гонка. Юрий Суманович, что вы думаете о том, что происходит на Южном Кавказе, конкретно в Грузии и в Армении в плане противостояния Запада и России? Что касается Грузии, мое понимание ситуации, что в определенной степени Запад проморгал значительное усиление влияния России в Грузии. Запад надеялся, что продемократические силы Грузии достаточно сильны, в то время как Россия не надеялась ни на кого, кроме себя саму и действовала сообразно своим интересам. Чем окончится это противостояние? трудно себе сейчас трудно предсказать, но прелесть ситуации заключается в том, что некоторым государством, даже можно назвать имена этих государств, в частности Азербайджан, удается удерживать и тех, и других на расстоянии вытянуть руки. И это, наверное, самое лучшее, что можно придумать в данной ситуации. идти в ногу со временем, дружить со всеми, но не прижимать чересчур близко к груди. Ни ту, ни другую сторону. Это и есть, очевидно, самый важный аспект неприсоединения, уметь дружить со всеми. То, что в Армении происходит, сегодня было объявлено, что представитель оборонного ведомства США будет работать в Министерстве обороны Армении. А с другой стороны, было недавно, вчера писал Дарапарак, армянская газета, о том, что осенью Пашинян сделает крюк в сторону России. Мы видим, что ослабевают показатели экономического сотрудничества между ЕС, США и Армении. Да, есть политические заявления антироссийские, но с другой стороны, мы видим, насколько выросло экономическое взаимодействие между Москвой и Ереваном. И опять же, Баграт Ласханян объявил, что опять собирается осенью выводить людей на площади. Я думаю, что если... Во-первых, я считаю так. Начнем с самого начала. Я считаю, что Пашинян в нынешней ситуации это лучшее, что может себе позволить Армения. Многие его клянут, ругают. Человек делает в невозможных обстоятельствах все возможное, чтобы сохранить Армению как таковую. Если Пашинян откажется от дальнейшего сближения с Западом, вполне возможно это будет вызвано экономическими проблемами, экономическим давлением. Но мне кажется, для Армении это было бы ошибкой. Спасибо вам большое. Спасибо, что пригласили. Уважаемые дамы и господа, вы смотрели интервью с британским журналистом, продюсером и политическим экспертом Юрием Галигорским на моем авторском YouTube-канале «Современный разговор» с Васимом Бабаевым. До новых встреч, Юрий Самуилович. Спасибо еще раз. Было очень приятно вас услышать. Спасибо, что пригласили. Всего доброго. Всех благ. Всего доброго. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ты Продолжение следует...